На ледовой арене Великого Новгорода стартовало первенство России по фигурному катанию среди юношей и девушек старшего возраста. За победу будут бороться более 100 сильнейших фигуристов нашей страны от 14 до 19 лет. Первыми в борьбу за медали первенства вступили танцевальные пары. В этом виде запрещены высокие поддержки, прыжки и прочая акробатика. Гармония музыки и движения. Сложности здесь не меньше, а главное найти хорошего партнера. Порой из-за этого приходится даже переехать в другой город. У меня просто партнерша от меня ушла. Вот, ну как, так получилось. Я пришел ко мне. Да, и вот партнершу искали, и так получилось, что в Москву. Данный турнир традиционный, проводится всегда в конце марта, в начале апреля в разных городах страны. Так, например, в начале этого десятилетия первенство неоднократно принимал Нижний Новгород. А теперь, вот уже во второй раз, наш великий. Хотя новгородская школа фигурного катания пока еще очень молода, серьезные соревнования в Ледовом дворце проходят регулярно. Уже четыре года подряд мы проводим такие статусные крупные всероссийские соревнования по фигурному катанию. Все начиналось в 2014 году. Первый опыт проведения – это финал Кубка России. Удобно и по месту расположения, и по тому, как проводят здесь соревнования. Соревнования, в принципе, проводят на хорошем организационном уровне. Я бы даже сказала на высоком, потому что количество участников большое у нас. Где-то около ста, а иногда и больше, чем сто человек. Для новгородцев такие соревнования предоставляют возможность вживую посмотреть фигурное катание действительно высокого уровня. Некоторые из участников первенства уже выступали на этапах юниорского гран-при. Хотя отличительная особенность данного турнира – широкая география. В него пробиваются не просто сильнейшие фигуристы страны, а лучшие в своих регионах и федеральных округах. Есть своя квота и у хозяев. Новгород на первенстве представит Елена Горбунова. Задача спортсменки – не занять какое-то место, а получить опыт, научиться собираться, владеть своими эмоциями. Ну и, конечно, выполнить тренерскую установку. То есть не так все плохо и в новгородском фигурном катании. У нас три девчонки уже прыгают тройные прыжки за два года. Я думаю, что это очень большое достижение. Турнир девушек традиционно самый сильный. Впрочем, у остальных видов есть на кого посмотреть. Раньше эти соревнования назывались «Олимпийские надежды». Так что вполне возможно, что через пять лет кто-нибудь из этих юных спортсменов будет представлять Россию в Пекине. Алексей Дмитриев, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение.